Ты должен чувствовать все от природы, ты должен почувствовать своим мышечком, что ты дитя природы. И у тебя хорошее настроение. А почему нужно находиться на природе? Потому что движение. Потому что мы состоим из мышц. Кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды откачают кровь. Мышцы качают кровь. Кровь насыщается кислородом. Все очень просто. Ты двигаешься. Говоришь, что у тебя все хорошо. Если ты не ходишь на природу, ты не двигаешься, ты затухаешь. Мышцы тратируются, и организм умирает. Как у вас вообще эта идея возникла? А я работал в дискондоме, и мне было жалко детей смотреть на детского дома. Потому что они родились от алкоголиков. Это ужас. Дети при живых родителях. И так было жалко их. И эти дети, я с ними работал 25 лет. Ну, как бы повлиять как-то не мог. И вообще ничего не мог повлиять. И я решил именно сам, лично, на своем примере рассказывать про здоровую жизнь. Потому что я был в молодости слабый ребенком. Я был слабый. У меня была язва. Язва меня сильно мучила. Повышенная кислотность. И только я пропил лекарство Пилобак. И такие 7 таблетов Пилобак. Язвы и забыл. И все началось другая жизнь. Элементарно. Но это лекарство никто не опланирует. Рекомендует другие. Но Пилобак никто не говорит, что это лекарство. Это пропиваешь. Убиваешь Пилобак и все, и забыл. Начали с чего? Как же на столбах? На столбах я ходил чаще. В столбах я ходил давно уже. Как бы я спускался в 46 лет назад столбов уже в период. Но ты в молодости. В молодости совсем другое. В молодости это просто так для тебя. А сейчас это как бы становится обран в жизни. Ты понимаешь, ты понимаешь, где ты должен быть. Я здесь преуспеваю, значит я должен находиться здесь. Потому что я здесь преуспеваю. Нужно вообще находиться там, делать то, чем ты преуспеваешь. Вы в журналистике преуспеваете, вы находитесь здесь. Зачем вам какую-то работу другую делать? Нянечка, или что-то подметать, или что-то консулировать. Вам нравится работать. Каждому своему. Да, и именно в каждом возрасте человек должен ищет свою цель, свои преимущества в каждом возрасте. В 20, 30, 40, 50, 60. И потом уже ты становишься... И самое главное, ты можешь убегать от старости. Однажды я бежал на лыжи. Кое-как догнал дедушку. Дедушка спросил, сколько ему лет было? 85 лет. Я говорю, ты куда, дедушка, бежишь? Он говорит, я убегаю от старости. Я думаю, нормально дедушка убегает от старости. Летит по пыльне. Но, чтобы догадаться, как, что он мне не тут говорил, конечно. И самое важное, однажды был мой пример. Я увидел мужичка, который лазил здесь без страховки в 40 лет. Я был шокирован, как в 40 лет лазить на дверье. Я даже понять не мог. Я думаю, это уже до меня не воспринимало. Потому что ты уже там лазил в 30 лет. Даже в 40 лет уже возраст проходит. Ты думаешь, ах, ты уже стареешь. Все говорят, что в 40 лет ты должен заболеть. На самом деле, ты должен. Тело твое может быть, как у 20-летнего человека. Ты в 20 лет, в 30, в 40, в 50, в 60 ты можешь так же чувствовать. Если ты двигаешься, если позитивно мыслишь. Самое главное, позитивное мышление, мир в душе. У вас где есть дальнейшая плата? Ну вот сейчас в Крыму летают 10 октября. Там провожу центр. Снимаем дом. Мы будем приглашать всех друзей. И будем заниматься йогой, скаловаться. И просто общаться. Общения нам не хватает. И мы можем больше и больше общаться. Ты еще йогу практикуешь? Да. Это такая, у меня не йога, как бы. У меня гимнастика такая. Сустаная гимнастика, которая очень полезна. Мы знаем, что в каждом суставе находится сустаная жидкость. Этот сустав нужно обязательно двигать. Даже перед тем, чтобы не залезть, нужно очень много разминаться. Я утром проснулся и плохо спал. Я еле-еле-еле. Я начал разминаться, разминаться. И потом я вошел. Сейчас уже в хорошую форму. Сейчас уже залазил и вошел уже хорошо. Как проходит ваш день обычно? Можете выяснить? Ну, как бы, если я в Эландии нахожусь или как дома. Я постарался, я тут приехал, в Толанда была пандемия и остался. Я там старался, ну как бы. Тело должно быть тренированное. Пообщался. Ты идешь, я иду по берегу, если я в Толанде нахожусь. Все со мной здороваются. Нужно чаще здороваться. Когда здороваешься, желаю здоровья. Они встречат. Я стараюсь вперед крикнуть. Там, саводикап. Они мне вперед кричат. Я только у них, ау, мне уже крикнули. Поэтому я сейчас иду, стараюсь крикнуть. Здравствуйте. Пожелаю здоровья, самое важное. У вас есть дети? Да. И школьные? Трое. Трое детей. А они как относятся к вашему? Ну, каждый же, вот сложно человека кому-то навязать без здоровья. Потому что мы индивидуальны. И каждый хочет в своей жизни идти. Ты ничего не навяжешь. Даже, пускай бы твоя жена, там, у них все живут своей жизнью. Поэтому кому-то навязать. Ну, у тебя есть подвижники, которые тебя... Блин! Другие люди, которые стремятся к здоровому образу жизни. И все. Спасибо большое. Очень здорово, что вы здоровую жизнь пропагандируете. Я вам желаю тоже. Именно в большинстве. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...